Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители. Программа «Вечерний разговор» с Сергеем Скрипниковым начинается. Сегодня у нас в гостях бывший кандидат на должность президента Республики Молдова Дмитрий Чубашенко. Один из 11 бывших. Один из 11? Так не надо так ко мне, что я один. Добрый вечер. Здравствуйте. Прошли выборы. Вы оказались на третьем месте, показав не тот результат, на который вы надеялись. Почти 6% это не то, что все ожидали. Я могу объяснить, почему так случилось. А я как раз задаю вопрос. Я еще просто его не закончил. Ну ладно, если вы уже хотите сразу ответить на этот вопрос. Почему так мало было отдано за вас голосов? Я объясню. То есть, когда мы шли на выборы, была одна ситуация. Но она очень динамично менялась на протяжении всей избирательной кампании. Мы запустились 1 сентября. Меня никто вообще не знал, у меня вообще никакого рейтинга. У меня был рейтинг 0. К концу сентября опросы показывали где-то 7%. То есть, очень шла динамика роста хорошая. Но начали происходить вещи, которые в конце концов определили результаты этих выборов. Первая вещь, что Ренат Усатый уехал из Молдовы в Москву и до сих пор не вернулся. То есть, это уже повлияло... Но обещал вернуться. Ну, как только будет возможность вернуться, чтобы его не арестовали. Потому что на него выписан ордер на арест на третью. И сразу его в тюрьму везут из аэропорта. То есть, это повлияло, потому что предполагалось, что мы будем везде на встречах вместе. И как бы у меня рейтинга не было, а у него был рейтинг, была наша партия. И это все как бы будет передано мне. Во многом это было передано. Вот этот костяк 6%, 85 тысяч человек. Это, я думаю, есть самые такие стойкие сторонники нашей партии. И при этом самого Усатого, его постоянно, из него все эти выборы делали какого-то там бандита, криминала. Постоянно его ставили, помещали на какой-то криминальный фонд, в криминальную вот эту среду. Вытащили из Нафталина, из грязи вот этого банкира Горбунцова. К нему в Лондон ездили молдавские полицейские во главе с Кавкалеком. Эти все истории там с прокой, с какими-то киллерами, ворами в закон. И вот это все негативно, конечно, тоже повлияло на отношение к нам и к партии, и к кандидату партии в президенты. Телеканалы Плохотнюка с утра до вечера, Колпашили, Усатого. То есть фактор Усатого сыграл не в полной мере. Вы сказали только Колпашили, ваши слова, Плохотнюковские каналы. Но я своими ушами слышал еще и другие каналы. Не только Плохотнюковские. Ну, я мало смотрел эти лидии, но вот то, что видел... Ну, я смотрел. Я говорю не только Плохотнюковские. Ну, вот в этом, именно в криминальном... Вам что, не докладывали? В криминальном контексте, в основном, вот эти 4 или 5 телеканалов, они били целенаправленно... В одну точку. ...в Усатого, да. Это первый фактор. Потом, в начале уже октября, когда компания... Как в начале был, какой расклад был в начале? Было 12 кандидатов. Из них 5 было с шансами. Вот это даже иностранные послы, с которыми я встречался, они говорили, вот большая пятерка. И они называли Додон, Санду, Настасью, Лупу, Чубашенко. 5 кандидатов с шансами. Что они имели в виду? На остальных семерых они давали где-то 10 максимум на всех. Вот отнять от 100, 10 это 90. У Додона тогда рейтинг был порядка 30%, там плюс-минус. От 90-30 это 60. И вот на оставшихся четверых оставалось 60% голосов. И примерно, оно неизвестно, как бы все там разложилось. Потому что у Настаси и Майя Санду было по 12, 13, 15 тогда. По ровну где-то Лупу, там 10, 12. Они не могли ему натянуть, потому что у него вообще никакого рейтинга не было. А у нас была динамика, она шла вверх. Вот 7% конец сентября. Для сравнения, в начале ноября 2014 года у партии Усатова барометр общественного мнения, в общем-то авторитетный такой опрос, давал им 5%. Но уже через три недели было ясно, что они берут больше всех голосов. И просто тогда включили этот стоп-кран и их сняли с выборов. Мы помним всю эту историю. Как бы оно шло, если бы оставались эти 5 основных кандидатов, еще неизвестно, как бы все сложилось. Но тут что произошло? Объединились Санду и Настаси. То есть, был один фаворит на левом фланге, появился фаворит на правом фланге. То есть, как бы все стали говорить, что да, вот эти двое выходят во второй тур. Настаси, его заставили сняться, это отдельная история. И чем она еще закончится, мы не знаем. И начали работать вот эти пылесосы по геополитическому признаку. Мы говорили всю компанию, не надо говорить на этих выборах о геополитике. Не надо рвать людей. Надо их как-то объединять. И объединять на почве вот этой борьбы с нынешней властью. То есть, у нас был инструмент, вот этот указ, с помощью которого мы предлагали сменить эту власть. И потом уже на парламентские выборы, чтобы все пошли каждый со своей платформы. Ну, начали рвать на проевропейский, пророссийский. Додон шел как пророссийский. Куда мы ни приезжали, везде говорили, что Додон за Россию, Майя Санду за Европу. Вы сказали, в прошедшем времени шел. За господина Додона. Куда бы я ни шел, в районы, на встречах. Не, мне говорят, в Додон шел. Он шел на эти выборы. Ну, это в прошедшем времени скажем. Да, я сказал в прошедшем, да. Везде, все говорили, Додон за Россию, Санду за Европу. А вы там, что-то непонятно, боретесь с Плохотником. Ну, это, когда уже пошел такой разрыв. Вот, я говорю, включились эти два пылесоса. Один пылесос европейский, другой пылесос пророссийский. И когда снялся Лупу, произошла вообще следующая очень важная вещь. Лупу, Плохотнюк объявили, что они за Майю Санду. И тогда такое впечатление у людей создалось, что Майя Санду может выиграть с первого тура. Потому что Настась и Санду объединились. Тут еще, значит, Плохотнюк, Лупу со всем своим админресурсом, со всеми своими телеканами. Они сказали же официально, что они за Майю Санду. На самом деле, там непонятно, как там работали. Сейчас понятно. И этот пылесос европейский включился на максимум. И тогда включился и другой пылесос, вот этот пророссийский. И многие люди очень мне говорили, нашим всем сторонникам говорили, что мы готовы были за вас голосовать. Вот мне очень многие люди говорили, готовы, но у вас не было шансов. А поскольку вот такая была борьба уже, стенка на стенку, такой чуть ли не геополитический Армагеддон. Здесь все решалось, судьба мира. Вот если там европейский вектор или российский. Да, мира, конечно. Мира и социализма, да. Был такой журнал когда-то. Проблема мира и социализма. И вот это все порвало избиратель на две вот эти большие. Даже не порвало, а разорвало. Разорвало на части всех избирателей. И при том, при всем, я считаю, что при такой динамике, очень негативной для нас в течение вот этих двух месяцев, наш результат, он довольно хороший. Мы, как ни крути, это третье место. И я думаю, что эту цифру, 85 тысяч голосов, 6 процентов, ее нужно умножать как минимум на 3. Если бы были парламентские выборы, а не президентские, не было бы такого раскола, то люди бы спокойно голосовали. И мы бы получили в три раза больше, я думаю, по 20 процентов мы могли бы получить. Вот следуя из вашего ответа, здесь вопросик есть. Я выставил когда анонс, попросил, чтобы вам задали вопросы. А то у меня вопросы какие-то такие. Но есть простой народ, который тоже не дурак. И вот здесь Наталья Иванова спрашивает. Почему вы баллотировались в первом туре от нашей партии? Ведь консолидация социалистами была очевидным решением. Для нас это не было очевидным. Вот, уважаемая Наталья, давайте посмотрим. На этих выборах несколько партий исчезли. Демократическая партия, ее считайте, что нет. Партия коммунистов умерла, считайте, что и нет. Как еще разрулят между собой партия Майя Санду и партия Андрея Настасы, посмотрим. Я думаю, что они очень скоро разругаются между собой. И каждый пойдет отдельным путем. Платформа будет стараться себя спасать. Потому что, если она этого не сделает, то Майя Санду просто похоронит эту платформу. И не будет такой партии. При этом наша партия, она сохранилась. Она приняла участие в выборах. Получила в таких условиях, как мы говорили, неплохой результат. И сейчас, в принципе, все поле партийное, оно разрушено. На нем можно строить все, что хочешь. И у нашей партии очень, как бы, мы можем, и вот этот центр весь разрушен. Вот этот разрыв на... Вы считаете, что ваша партия, ну, ваша партия, наша партия, которая называется, она может консолидировать? Да, она может консолидировать. Потому что сейчас общество... А социалисты? Общество расколото. Ну, и Додон пытается сейчас, еще он не стал даже президентом, но он уже разворачивается вот так. Он уже говорит, что я не пророссийский. Более того, в понедельник вышел пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков. И сказал, прошу не называть Додона пророссийским. То есть, они как бы... Тут говорили, что за Россию, а вот знали ли об этом в России? Ну, вы-то знали. Судя, вопрос, который задала Наталья. Наталья Иванова. То есть, написано, что консолидация социалистов была очевидным решением. Мы не социалисты. У нас своя партия. И мы не только имели право, но и мы обязаны были идти на эти выборы со своим кандидатом. И этот вопрос нам задавали на всех встречах. Почему вы не поддержите Додона в первом туре? Наш ответ был очень простой. Потому что у нашей партии есть свой кандидат. И у нас своя платформа. И увидите, чем дальше будет уходить время после выборов, тем больше людей будут убеждаться в том, что наша платформа, она самая правильная была. Наша платформа была не играть в геополитику. Что мы про молдавская партия. Была или в настоящем она? Платформа? Она остается. Остается. Не говорите была, пожалуйста. Была на выборах. Зрители. Мы за то, чтобы провести досрочные выборы, чтобы поменять эту власть и начинать укреплять Молдову. Здесь порядок наводить. Потому что мы никому не нужны. В Европейский союз это понятно, что никто уже нас не берет. Россия не возьмет Россию ни в какой там таможенный или в Российский союз. Если в 2014 году на парламентских выборах все улицы, дороги были обвешаны плакатами партии социалистов за таможенный союз, то сейчас даже они этого не делали. Но везде говорили, что да дон за Россию, да дон за Россию, да дон за Россию. И поэтому, только поэтому он столько много взял. Потому что под конец выбор был простой. Ты за Россию или ты за Европу? Все-таки геополитика сыграла свою роль. Отрицательная. Отрицательная. И сейчас люди будут разочаровываться. Потому что дон попал в очень агрессивную среду, враждебную среду. В вилку. В враждебную среду. Вот есть строительство газовые, вредные газы, радиация, химия. И как он будет сотрудничать, я не знаю, сотрудничать или соперничать с системой. Система осталась. Вся система, какая она была, вот эта плохотнюка, парламентское большинство, правительство, контроль над судебными структурами, над прокуратурой, над силовыми структурами. Даже Совет Безопасности, вот смотри, президент возглавляет Совет Безопасности. По закону там есть где-то 10 постоянных членов. Все они от плохотнюка. Вот сядет президент на первое создание Совета Безопасности, там сидят Канду, Филипп, Шалару. А он не может, Шалару может еще что-то сделать, а с остальными нет. Они постоянные члены Совета по должности. Они постоянные. Есть непостоянные. Можно поменять состав, допустим, 10 постоянных и включить еще 12. Я правильно понял? В условиях ограниченных полномочий президента, решения тех вопросов, которые были озвучены предвыборной кампанией президента. Очень сложно. Мы продолжаем настаивать и в эти дни говорим. Без досрочных выборов ничего все равно не получится. Тогда еще вопрос. Раз в тему, в тему, в тему, в тему. Мы еще не уходим. У нас времени достаточно беседы. Значит, Олег Очеретнюк задает вопрос. Очеретнюк. Очеретнюк. Да, да, да. Как я это? Да, да. Вопрос Дмитрию. Согласен ли он с выводом, что сам по себе Игорь Дадон проиграл выборы? В том, что он выбран, в том, что он выбран, это результат протестного голосования. Если да, то протестным оно было больше против личности Майя Санду или все же геополитическое противостояние определяющее? Оно связано. То есть, Майя Санду, вот наша партия, я и Ренат Таусатый призвали во втором туре голосовать за Игоря Дадон. Но это было в том числе, или может быть даже в первую очередь, голосование против Майя Санду. Для меня Майя Санду олицетворяет тот курс, который у нас проводился последние 7 лет. Я считаю, что этот курс разрушительный. И мы говорили на выборах, что надо это все остановить. Нужно выпрямить вот этот маятник с геополитикой и заняться решением наших внутренних проблем. Но они обманывают. И те, кто говорят, что они за Европу обманывают, те, кто говорят, что они за Россию, они обманывают, потому что они не выполнят своих обещаний. И Майя Санду, она даже может быть такая вроде милая женщина, но она может быть еще хуже, чем Филат, Лянка, потому что она идейная. Вот представьте, вот это едет машина, этот курс, вот эта машина. Хозяева у этой машины, внешние хозяева, мы знаем, кто там, американцы, европейцы, внутренний хозяин у этой машины Плохотнюк. И меняется водитель. Вот там был водитель Филат, его выкинули в тюрьму. Был водитель, Лянка, выкинули. Сейчас Майя Санду, она решила порулить этой машиной. Но эта машина все равно едет в неправильном направлении. Мы считаем, что надо менять направление. По крайней мере остановить вот эту машину и подумать вообще, куда мы едем. И поэтому мы призвали, у нас просто не было другого варианта. Потому что действительно по многим вещам у нас в партии социалистов схожие позиции. Что там с олигархами, ну мы говорим конкретно называем олигарха. Плохотнюка мы не так обтекаем. С Россией надо восстановить нормальные отношения. Не надо ссориться с Западом. Тут мы все сходимся. Какой-то порядок наводить, экономику развивать. Молдавская государственность, православие. Это все тут совпадает. Но главное было отличие в том, что мы конкретно предлагали сломать этот режим и предлагали механизм слома. Олег Салович, ответ начинающего политика. Ответ был, вопрос был проиграл, не проиграл. Что это результат протестного голосования? Это практически все голосовали против, очень многие. Очень многие голосовали против, за меньшее зло, так как они его понимали. То есть или было какое-то там абсолютное или очевидное зло для людей, а было меньшее зло. И многие очень так голосовали. И конечно президенту он попадает, я говорю, фактически, вот я говорил в одной из ваших передач, что Молдова сейчас как тюрьма, и там начальник этой тюрьмы мы знаем кто. Да, освободят они этот барак один президентский, но оттуда не сломаешь тюрьму. Мы предлагали сломать тюрьму. Ай, тюрьма. Но все равно к вам вопросы, вопросы, вопросы. Это хорошо, что не забывают. Михаил Дрейзлер. Наглядно убедившись, что Дадон не в силах, да и не намерен, инициировать роспуск парламента и назначить досрочные выборы. Как вы на это отреагируете? Отреагируете? Или уже отреагируете? Мы требуем, пока Дадон говорит, что он будет добиваться досрочных выборов какими-то другими механизмами. Через два года? Досрочные это значит в следующем. За два месяца в следующих выборах. Ну это да, тоже досрочные. Потому что досрочные тоже. Как вы реагируете? Ему это невыгодно. А вот давайте это обсудим. Вопрос очень серьезный. Поставим себя на место нового президента. Он попадает в эту агрессивную, враждебную среду, когда кругом, не будем говорить враги, но не друзья, а точно там. Как пчелка в повидло. Система, да. Как пчелка в повидло. В повидло, да. И какие действия? Он должен что-то делать. Они обещали людям то, то, то. Ну хорошо, там визит в Москву, да? Будет визит в Москву, хорошо. И что дальше? Попросит открыть экспорт наших товаров. Первый пункт. И второй пункт по мигрантам нашим. Как бы два таких. Во-первых, ну хорошо, если Россия положительно отреагирует. С другой стороны, у России таких молдов, они кругом там. Таджикистан поболее будет. Да. И нельзя, там не могут делать вот просто исключение, потому что там нравится какой-то лидер. Нет, цепная для всех поймёт. Да, это во-первых, да, хорошо сказать, да, вы хорошо к нам относитесь, господин президент Молдовы. Но у вас там есть, кто там вообще управляет у вас в Кишинёве? Допустим, мы открываем рынок. Кто этим будет заниматься? Правительство, Министерство сельского хозяйства? Или там вы попросите, не знаю, технический кредит, да, там на полмиллиарда долларов. Кому давать эти деньги? Этому Министерству финансов, которое никто не контролирует, они там разворуют. То есть, и не так всё просто это. По-любому президенту нужно дружественное парламентское большинство, которое сможет сформировать новое правительство, которое будет в унисон работать. Парламентское большинство, президент и правительство. Понятно, но всё-таки какова ваша реакция? Вы представляли партию, нашу партию. И сейчас представляете. Поэтому мне интересно, как вы реагируете. Сейчас ещё не ясно, кто вы в этой партии. Я могу вам премьерно сказать, кто я. Ну, давайте премьерно скажите, чтобы я знал, как к вам обращаться. После первого тура мы ездили в Москву. Там больше половины членов Национального совета туда выехали. Два дня мы поработали с Ренатом Толсатым. И принято решение, что в ближайшее время будет или съезд, или заседание Национального совета. Предполагается, что я буду избран вице-председателем нашей партии. И дальше мы будем работать по укреплению партии, по укреплению партийных структур. Здесь, в Молдове, по расширению связи с диаспорой молдавской в России, в Европе, повсюду. И готовиться к досрочным выборам. Мы будем добиваться досрочных выборов. И мы пойдём на досрочные парламентские выборы. Понял. Значит, ваша реакция о том, что президент этого не может сделать или не сделает, по вашим предположениям, то, получается, всё равно будете бороться за досрочные выборы. Это наше требование. Какими методами? Мы будем, во-первых, мы будем постоянно требовать этого. Это наша позиция. Мы будем постоянно требовать. И, если надо, будем протестовать. Два дня мы протестовали против задержания и ареста нашего активиста Феликса Гринку. Я думаю, это сработало. То, что ему сегодня не удовлетворил суд требования прокуратуры. 30 суток ареста в следственном изоляторе. И дали ему 25 суток домашнего ареста. В том числе наши протесты сработали. И во время всех наших протестов мы постоянно повторяем вот это требование. Досрочные выборы, смена режима. Досрочные выборы, смена режима. И я думаю, что президент должен быть заинтересован в этом. Потому что чем дальше он как бы... Мы сейчас слышали и понимаем, чем он будет заниматься. А что он будет делать? Вот разница такая. Делать. Я скажу так. Я не понимаю, чем он будет заниматься. Вам понятно? Не, понятно. Он объявил, что будет первый визит в Москву. Великолепно. Он будет заниматься решением преднестровской проблемы. Господин новоизбанный президент сказал, что у него есть социально-экономическая программа. Совершенно верно. Он будет заниматься... Мне интересно, мне больше социально-экономическая программа. Как же он ее внедрит в жизнь? Может, вы мне поясните? Все-таки у вас опыта работы с политиками больше. В этом плане, то есть он один из лучших, давайте дадим должное. Сегодня, например, он встретился с патентщиками. Они протестовали, встретился с ассоциацией малого бизнеса. И что? И обещал учитывать их проблемы. То есть таких проблем, вопрос с патентами нам везде задавали. Где мы ездили, везде вопрос с патентов стоит. Тысячи людей работают по патентам. Как в жизнь внедрять это? Каким способом? Я думаю, сейчас отложат вот это решение правительства о том, чтобы фактически ликвидировать патенты, заставить всех регистрировать индивидуальные предприятия, покупать кассовые аппараты. Это уже сколько лет идет? Ну вот сейчас с 2017 года это должно уже внедряться. Вот представьте, на Кишиневский самый большой рынок, там 6 тысяч человек работает. И все они зимой будут с кассовыми аппаратами. Но это невозможно. То есть половина сразу идет. То есть если поставлена цель убить вот эту всю деятельность на основе патентов... Вы знаете, меня что пугает, что противостояние уже начинается. Сейчас объясню где. Сейчас не говорю за общество. Это мы говорим, еще у нас впереди времени не хватает. Но после заявления господина Игоря Николаевича Дадона, новоизбранного президента, не утвержденного пока, но когда утвердят, то премьер-министр красиво показал но, но, но. Он заявил, что у нас парламентская республика. Далее цитировать не буду, но это как бы уже начало того, что показали президенту, насколько его полномочия широки. Он не только это сказал, он сказал, что выборы закончились, и пора возвращаться к повестке про европейских реформ. То есть господин... Что бы ни было... Да, это сказал координатор коалиции Плохотнюк в интервью одному международному агентству. Это да, я говорил за Филиппа, который занимает официальную должность. Для меня слова этого координатора даже важнее, чем слова Филиппа, потому что он координатор. Как вы восприняли то, что сказал премьер-министр? Я воспринял это как издевку над президентом избранным. То есть, да, вас избрали, хорошо, но все равно все будет так, как мы хотим. Мы будем продолжать этот курс, а вы, пожалуйста, встраивайтесь в наш курс. Опять же, если вернуться к Совбезу. Этот Совбез по решению саммита НАТО Уэльси 2014 года при поддержке экспертов НАТО разрабатывает стратегию национальной безопасности. Она лежит, ее нужно утвердить. И в том числе румынские специалисты с погонами помогали разрабатывать эту стратегию. В этой стратегии в проекте Россия обозначена как главный враг Молдовы. Ясно, что президент Дадон с этим не согласен, не согласится никогда в жизни. И он это постарается как-то изменить. Сейчас начнут разрабатывать, допустим, новую стратегию национальной безопасности. Предложат ее вот этому Совбезу, в котором 10 человек, они подчиняются не президенту, а другому человеку, координатору коалиции. Они скажут, что мы с этим не согласны. Ну хорошо, там, может быть, большинство будет в Совбезе, они проголосуют за другой текст. Но это вообще ненормально, когда в твоем Совбезе, президент, он председатель, глава Совета Безопасности, 10 ключевых членов, которые по должности, постоянно, они с тобой не согласны. Они проводят линию, совершенно противоположную той, за которую ты выступал. Вопросов много. То есть, пока это все не сломают, ничего не изменится. Вот пока не сломают, мы уйдем на рекламную паузу. Нет, мы возвратимся, потому что ломать будут долго. Чтобы в студии дров не ломать. Рекламная пауза. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, кто не знает, у нас в гостях Дмитрий Чубашенко. Уже не будем называть бывший кандидат на должность президента Республики Молдова, представитель партии «Наша партия». Но беседа у нас интересная, потому что были и следующие заявления, кроме Филиппа, насчет нейтралитета Республики Молдова заявил действующий президент, господин Тимофти, который сказал, что нейтралитет, простыми словами, у нас только декларирован. Что вы на это ответите? Он декларировал, наверное, имел в виду, что в Приднестровье находятся российские военнослужащие. Может быть, он не объяснил, он должен был объяснить, если он способен вообще что-то объяснить, этот бывший уходящий президент Тимофти. Разговорился он под конец мандата своего. Наверное, он имел в виду, что в Приднестровье находятся миротворцы российские, и остатки ОГРВ, то, что называется, которые охраняют склады в Колбасне. Но это не остатки, это основной оперативной группой войск. То есть там всего, когда говорят 14-я армия, ну, вы же знаете, армия в 14-м 40 тысяч человек была. Да никто и говорит уже 14-й. От 21 июля 1992 года. Это законная база легальная для пребывания вот этих миротворцев. Никто не отменил то соглашение. Даже Михаил Гимпу, когда он был его президентом, он его не денонсировал. Конечно. И когда Тимофти тоже не денонсировал. Он мог подписать указ и как бы аннулировать это соглашение. И тогда бы мы вернулись с Приднестровьем в состояние вооруженного конфликта. Почему-то никто не делает этого. А склады... Тысяча сто человек охраняет, ограничивает. Склады, склады. Когда... Ну, там эти споры, они бесконечно продолжаются. Почему споры? У Тома вывозить оружие. Почему это он сказал? Нет. Как вы считаете? Ну, потому что он действительно так думает. Человек, который был партийным коммунистическим активистом, в 31 год стал членом Верховного суда Молдавии, который в 89-м году отправлял людей в психушку за то, что они называли себя румынами. Сейчас он вдруг стал самым большим румыном и русофобом, и антисоветчиком. Он скрывался. Кто скрывался? Тимовки? Ну, Тимовки, да. Ну, скрывался. Вы знаете, конспирация – это серьезно. Он не попросил извинения даже у того человека, которого он убил, угробил в психушке. А сейчас он стал таким умным. Но он, очевидно, отражает мнение вот этой коалиции и тех экспертов, про которых я говорил, из НАТО и из Бухареста, которые фактически руководили Совбезом и разрабатывали все документы. – И руководят. – Наверное, ну, сейчас поменяется президент. И руководят. С другой стороны, можно сказать, что нейтралитет нарушается тем, что НАТО уже фактически в Молдове. Да, Молдова не НАТО, но НАТО в Молдове. Все переводится на стандарты НАТО, везде советники НАТО, документы НАТО. Все… – А на какие стандарты нужно переводить? – Ну, хотя бы… – Важный выбор. – Вплоть до того, что сейчас говорят, автоматы Калашникова хотят выбросить из национальной армии. В Маркулештах там фактически готовая военно-воздушная база, там только щелкни, и начинают садиться самолеты. Все это тоже готовилось под НАТО. Вот где-то год назад приземлился вдруг ни с того, ни с сего американский транспортный самолет С-130, или как он называется. Из него вышло там 18 генералов и адмиралов. Вот чего они там искали? Да, вот просто залетели прогуляться, да, там по Флорежскому району. – У вас лидер… – То есть, я считаю, что нейтралитет действительно нужно… – Закрепить. – Закрепить и гарантировать. Например, нейтралитет Австрии, да, нейтральная страна или Швейцария, он гарантирован международным сообществом. Они признают нейтралитет. Можно, конечно, провозглашать что угодно, но если все говорят, мы не признаем ваш нейтралитет, но вы там что хотите, провозглашайте. Нужно признать, гарантировать этот нейтралитет и соблюдать реально. Да, никаких войск не должно быть, но российская и преднестровская сторона, которые являются частью переговорного процесса, они ссылаются на какие-то другие документы. Например, о синхронизации преднестровского урегулирования с выводом войск. Есть и такие документы. Вам напомнить какие документы? Стамбульское соглашение 99-го года. Стамбульское соглашение это декларация. А, декларация. Вообще она проходит как соглашение. Нет, нет, стейтмен. Декларация, где говорится, что хорошо было бы, чтобы Россия вывела свои войска. А соглашение... Я читал документы. Я тоже читал. Вы читаете декларацию. Декларации ОБСЕ не обязательны для исполнения. Они не имеют юридической международной силы. Соглашение Снегура и Ельцина это международное соглашение, которое имеет силу договора. И оно на хранении, кстати, находится как договор в Организации Объединенных Наций. Надо хотя бы его... А вы знаете, где Колбаса находится? Я там был, да. Был. Сколько километров до Украины? До Украины один километр. То есть там железная дорога сразу упирается... Я говорю, так вот. То есть она граничит прямо. Прямо граничит. Ну, Колбаса, Колбаса. 1100 оперативной группы войск тоже опустим. Возвращаемся к нашему. Мы же слушаем, как-то вот геополитику, да? Я же сказал, почему разговорился наш президент, который весь срок молчал? Он передает палочку эстафетную новому президенту. Николай Васильевич или как его... Скажи, вот уходишь, скажи. Вот на тебе текст. Раньше за него говорил, был у него пресс-секретарь, он говорил. А сейчас, наверное, не знаю, есть пресс-секретарь, нет? Есть много. Ему написали тексты и сказали, ну, вот это надо прочитать. Он пострелнул, ну, раз, надо, надо. И прочитал. Я думаю, так все происходило. Ну, интересно, все-таки возвращаемся к вам, к вашим выборам. Вы в этой студии перед выборами говорили совсем другое. То же самое, подсчет процентов, если надо, пересмотрим программу. Посчитали так, 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 и сказали, вот, у нас 30 будет. Ну, про 30 я не мог... Ну, вы отчитали, сколько придет процентов голосовать, сколько убудет, сколько прибудет. А все-таки 6 процентов почти. Ну, я объяснил, почему это произошло. Я понимаю. То есть, разорвало все. Как ваше. И люди, у людей начала работать вот эта психология, что кандидат без шансов. Вот утил. То есть, полезный голос. Но вы-то об этом знали? Оно вначале не было очевидно все это. Вначале мы же, когда шли в эту компанию, думали, я уже говорил, что будет Ренат Усатый участвовать в компании. То есть, это очевидно, что у него высокий рейтинг. Куда мы не приезжали, везде спрашивали, а где Усатый? То есть, люди хотели его видеть, но он не мог появиться. И потом вот эти два пылесоса включили сначала на первую мощность, а потом на полную мощность. И они действительно разорвали вот эти голоса. Так я уже начинаю волноваться за счетом ваших партий. И это очень плохо. Члены нашей партии все остались, они никуда не делись. И где-то 20 тысяч человек. И мы сейчас как бы, ну, партийно работаем и займемся. Там все будет по плану, все хорошо. Но наши сторонники, они, вот многие, кто голосовали за Дадона, я думаю, даже за Майю Санду, они сторонники нашей партии. Если бы это были не такие вот выборы на разрыв, или-или, то люди бы спокойно голосовали и за нас. Гораздо больше бы голосовало людей. И это очень плохо, вот что общество вот так разорвалось. Победа президента Дадона, она не такая уж убедительная. То есть, разрыв всего лишь 4,22% голосов, где-то 68 тысяч голосов при явке в 1,6 миллиона. И есть разрыв возрастной и географический. Например, не например, а точно за Дадона больше голосовали на севере, на юге Гагаузия-Тараклея. Если брать диаспору, то это восток, Россия. За Майю Санду больше голосовал центр Молдовы, больше Кишинев. И если брать диаспору, то это запад. То есть, раскол и здесь прошел. И мы все говорили, что это плохо. Любой президент, он не должен опираться на какую-то одну половину общества. Он должен, наоборот, примерять все общество и консолидировать наше общество. И я говорю, наша программа реально была самой лучшей. Вы же помните, мы предлагали конституцию новую. Спокойно в новой конституции решать на основе консенсуса все болезненные проблемы Молдовы. В том числе Приднестровскую. В том числе государственного устройства. А как можно рассуждать о решении Приднестровской, слушая внимательно новоизбранного президента, который проскользнула у него и активно проскользнула идея федерализации? Вы это слушали? Нет, ну это известная позиция партии социалистов. Так вот давайте ее разоберем, потому что вы должны как-то жить. По опросам федерализацию там поддерживают, не знаю, процентов 10, наверное, граждан на правом берегу. Приднестровье, я не знаю, у них там своя линия на независимость, на вступление. У них свой референдум провели. Не один. Не один. И наша позиция... Как вы относитесь к этой идее? Вы ее поддержите? Ваша партия ее поддерживает? Наша партия позиция такая, и моя позиция, что надо вести переговоры и не употреблять никаких терминов сегодня. Федерализация, конфедерализация, автономия, особый статус. Идти навстречу друг к другу. Все равно это должно быть... Сейчас позиции сторон непримиримые. Есть закон Молдова 2005 года, который был принят без учета вообще мнения и интересов Приднестровья. И есть вот эти все референдумы в Приднестровье, которые они тоже сами проводили, никого не спрашивали. То есть эти позиции сейчас нельзя объединить вообще как-то в одно какое-то целое, компромиссное. Если будет добрая воля, но с нынешним большинством точно не будет. Что будет в Приднестровье, мы не знаем. У них там свои выборы. То есть это будет очень долго-долго происходить, но двигаться нужно навстречу друг другу с сохранением вот этого формата переговорного. Кто должен двигаться навстречу друг другу? Я думаю, что инициатива должна от Кишинева исходить. В лице? В лице всех. Президента, правительства, парламентская дипломатия, общественная дипломатия. И вот этот статус, который должен быть условием компромиссии, он должен быть поддержан внешними партнерами очень активно, потому что без них мы ничего не сделаем. Да, мы сейчас можем заявлять что угодно. Федерализация. Хорошо. Россия может быть поддержана. Хотя я не знаю, в России позиция такая. Вот мы признаем любое решение, по поводу которого вы договоритесь. Вот такая позиция в России. Это ваш вообще спор. Ведь сторон... В общем, Молдова не будет, если будет федерализация. Молдовы не будет. Ну а как? Наоборот, это будет... Как будет называется федерация? Новая Молдова будет. Новая Молдова. Молдова новая. Да, и мы предлагаем... И девять федераций. Как раз вот это зафиксировать в Конституции. Потому что это все равно вопрос Конституции, государственного устройства. Государственного устройства, когда у нас очень много национальностей, титульное Молдоване. Национальности вы имеете в виду этнические. Ну смотрите, этнические. Гагаузия, Гагаузия. Сразу федерация. Не, не. Мы все Молдоване в том смысле, что мы все граждане Молдовы. Вот это должно быть. Я за федерализацию говорил, а не за... Федерализация... Возможно. Я говорю разделение. Пример Гагаузии. Компактное пожелание. Нет, ну, пример Гагаузии. Был же конфликт. Мы все видели, как это происходило. Вот этот поход волонтеров, там война. Какая война там была? Ну... Поход был, да. Войны не было. Походы, когда встали... С Советского Союза привели целую дивизию сюда. Да, да. Это мы помним. Она так появилась, не было оттуда. Но... Тогда 23 декабря 1994 года в парламенте принимался закон об особом статусе Гагаузии. Тогда тоже было очень много криков, что все... Значит, вы относитесь к федерализации положительно? Нет, в Гагаузии это особый статус. Я сказал. Положительно относится. Ну, в самом по себе термине нет ничего плохого, как бы. Но это заранее, изначально, вот не надо никаких терминов употреблять. Мы не знаем, каким будет результат. Я говорю, те термины, которые употребляли предвыбленные компании партия социалистов. Вы же прекрасно знаете, о чем я говорю. Я же, по-моему, загадками не говорю, а говорю прямо. Хорошо, мое отношение, что сейчас не надо применять никаких терминов. Мы с этим закрепимся термином. Вот видите как? Дмитрий, вы нормально приходите к консенсусу. Я об этом говорил и в предыдущих наших передачах. Ну, вы знаете, меня всегда уделяло отношение к другу, знаешь, политических партий. Особенно, знаете, как... Он такой нехороший, он такой нехороший, а потом встречаются и целуются. Ну, и меня здесь удивило. Меня ты тоже удивил. За эти два месяца... Ой, я дослушался, мама родная. То есть, меня тоже... Что такое наша партия? Что такое наша партия? И ПСРМ говорили, и сторонники Санду, и да. И вот вы все это перенесли на себе, ну, по концовке все-таки попросили свой электорат поддержать Дадона. Значит, все-таки протестный был. Но здесь вот вопрос к вам, значит, задает Олег Любшин. В какой роли вы видите себя в политике? И если вы будете в нашей партии, готов ли вместо усатого руководить партией, пока тот не сможет без препятствий обвернуться, руководить партией? Современные средства связи позволяют руководить партией из Антарктиды. То есть, и что и делает усатый, то есть, это вообще не вопрос. Есть, ну, скайпы, там, программы есть разные. Ну, понятно, но если вы будете протестовать, что в начале программы вы говорили, протестовать и активно протестовать, то они хотят видеть лидера партии. Будете включать скайп? Нет, мы все протестуем. Вот сегодня была пресс-конференция, было три действующих вице-председателя партии. Это Николай Цепович, Елена Пануш и Илья Анкашу. И меня можно считать будущим вице-председателем. То есть, вот все четыре вице-председателя мы сегодня выступили. Мы везде вместе на протестах. А лидер партии, он усатый. Это понятно. Но я имел в виду массовые протесты. Вы же будете добиваться досрочных парламентских. Массовые протесты. Даже если вас не поддержит партия социалистов. Партия социалистов, к моему удовлетворению, вчера и Додона, сегодня партия социалистов сделали заявление по политическим заключенным и по политическим репрессиям. То есть, я думаю, что вот эта история с Феликсом Гринку, это была и провокация и против Додона. То есть, это был такой ему сигнал, что система осталась. Да, вас избрали президентом, но вы ни на что не влияете. Система осталась. Мы кого хотим, арестовываем. Его даже не арестовали. Его фактически похитили вчера. Они сидели два часа в кустах, эти полицейские. И когда он вышел, его схватили, потащили, значит, задерживать. Если бы там не было коллег наших, которые начали кричать, что без адвоката нельзя, то его бы просто тихо украли. То есть, это было такое похищение человека, не задержание. Похищение – это когда они обличены властью. А так это у нас красиво. А у нас очень трудно сейчас понять, где бандиты, а где власть. Еще неизвестно, кто хуже. Вот есть информация, что в Москву постоянно засылаются группы... Диверсионные. Можно так называть их диверсионные. Бывших полицейских, действующих полицейских, криминальных структур. Им дают большие деньги, и цель, чтобы... А сколько? А? А сколько дают большие деньги? По вашему... Ну, я думаю, что операция по похищению Усатого, она может стоить и миллион долларов. То есть, цель ставится похитить Усатого. И привезти его сюда. А тут уже его закроют, и он будет, как филар. В телевизоре уже 20 человек готовы. Но их там... Они должны знать, что их там ждут. Но вас там ждут. Ждут. Смотрите, миллион просто так не заплачивает. Да, да. То есть, не... Ну, сарказм, ирония, конечно, понятный. Но без лидера что-то я не вижу будущего у нашей партии. Явного лидера. Нет, лидер Усатый. Это однозначно. Тут вопросов нет. Лидер Усатый, он создавал эту партию. Люди, как бы на него ориентируется, большинство людей. Вот поэтому я говорю. А то, что есть команда, и очень хорошая команда, я увидел это во время выборов. И вот даже вчерашний, сегодняшний день, когда люди буквально за час мобилизовались, пошли к прокуратуре, пошли к комиссариату полиции. Сегодня провели пресс-конференцию у офиса Плохотнюка. Потом пошли в суд в Рыжкановке. То есть, это здесь по городу собрались быстро 50-100 человек. А если надо, то можно за два дня собрать 3000 человек, 5000 человек со всей республики. Причем люди делают это бескорыстно. Это реально. Активистам, членам нашей партии, за все эти акции, за то, что приехать, принять участие, пройтись, им не платят. И на выборах люди работали без денег, в отличие от других участников этих выборов. То есть, работали без денег. Да, там из электорального фонда оплачивались какие-то транспорты, топливо, агитационные материалы. Ну, понятно. Но за саму работу люди деньги не получали. Ну, у нас все только идейные, насколько я знаю. Все только бесплатно работают. Где? В других партиях? Везде. Судя по партии социалистов, там все бесплатно работают. Я не казначей никакой партии. Нет, да и образование совсем другое. Да, да. А то бы сразу бах. Я занимаюсь тем, что лучше получается. Что лучше получается. Все-таки мне интересно, как наша партия сможет создать здесь протестное движение без своего лидера. Это мне интересно. А как вы собираетесь дальше жить? Я думаю, что любой протест, он должен быть общим. Не только нашей партии. Нужно сейчас, наверное, восстанавливать мосты с платформой, да, с лидерами платформы, Андреем Настасьевым, другими. И если мы выйдем на протест, я не исключаю, что и партия социалистов, и вот этот тройственный союз, который в палаточном... С того, что было? Все может быть. Особенно, если партия социалистов почувствует, что ее отодвигают, вот этот режим. И они были в оппозиции, как создали партию социалистов, они все время были в оппозиции. И сейчас у президента тоже выбор. Или быть тоже в оппозиции, да? Это как-то странно звучит, президент в оппозиции. Или перейти на сторону народа, скажем так. И вместе с народом свергнуть эту власть, а дальше уже двигаться. Потому что что будет дальше? Сверхнуть власть. Только не судите по словам. Сверхнуть. Мирные законы, да. Мирные законы пришли, протестовали и ушли. Сколько революций у нас было здесь протестных? Таких конкретных. Я помню, по КРМ, помните? Революция все назначается на сегодня. Сколько революций-то было? Мирных. Ну, из таких реально эффективных, это 7 апреля. Погром был, да. Я имею в виду после того, что... После 2009 года. Сколько? По количеству было очень много. Были социальные марши партии коммунистов, которые слили эти протесты. И, кстати, что будет с партиком... А какие они слили? Назовите хоть одни протесты. Протест Палаточный, вагородка, он должен был иметь завершение в день избрания президента в парламенте. Видите, как я вас подвел к мыслям? Он должен был иметь свое завершение. И почему он не имел? А потому что 4 марта собрался Конституционный суд и все это поломал. Это потому что... Бросили вот эту кость. И все заглотили? Ну да. Все заглотили. Это факт, но... Да, незаконно, но у нас все незаконно. И тогда... Есть такие чистоплюйские позиции у некоторых партий. Они бойкотируют. Другие сидят в фейсбуке и комментируют, что в этом грязно, в грязи. Или другие слова употребляют. Все там копаются. Тогда давайте спустимся в погреб, если мы такие чистоплюзы. Вот сейчас новое вино сделали. Присосем всех бочки, впадем в нирвану и вообще ничего не будем делать. То есть так тоже нельзя. Постоянно и в истории, и в истории Молдовы, и вообще в жизни человека происходят вещи, которые незаконные, неправильные, которые, может быть, не надо делать. Но все равно приходится искать какой-то выход. Выход... То, что все-таки президент от оппозиции, это уже хорошо. Как он уже воспользуется этим? Ну, мы посмотрим, поживем-увидим. Когда говорят поживем-увидим, все-таки я вспоминаю эту предвыборную, как очень злую. Даже к своим, к своим, ну, как бы не последователям, а приверженцам, да? Которые, вот, например, действия победившей, да, ну, стороны по отношению к противоположной, Санду, да? По отношению к вам. Вот насколько это может сплотить вас в борьбе против существующей системы? Ответьте, пожалуйста. Значит, мне, конечно, это все не нравилось. Очень сильно. Потому что я в политике был два месяца или месяц там. И, конечно, насмотрелся на некоторые вещи, когда там тебе человек улыбается в лицо, говорит там какие-то правильные вещи, а потом втыкает тебе нож в спину там или там плюет в твою сторону. С парковочек. Да, это, конечно, все мы, как говорится, приняли к сведению и будем учитывать. Но иногда, не то, что иногда, есть все-таки вещи, на которые надо закрывать глаза и идти дальше. Особая активность была все-таки по отношению к вашему лидеру именно во втором туре. Вы заметили? Ударная такая. Нет, в сентябре его начали... Потихоньку начали. Долбать в сентябре. Ко второму туру вообще удар был. Ко второму туру... Ну, там просто вот эти... Вот эти... Лондон, там этот... Горбунцов, когда вылез опять... Вы прощаете все их поведение? Нет, нет, нет. Не то, что я прощаю. А что? Вот я что заметил еще на этих выборах? Очень многие люди... Вот у нас была очень хорошая, очень правильная программа. Казалось бы, любой здравомыслящий человек должен понять, что вот надо так действовать. Надо разрывать общество, надо распустить парламент. И дальше партии пусть идут на выборы, но систему уже мы будем ломать. Казалось бы, все правильно. Но оказывается, многие люди не хотят этого. Особенно вот бизнесмены, интеллигенция. Финансирование. Они сидят, ноют, что вот там Плохотнюк всех заколебал, там он колпашет, бьет на всех. Но вдруг выясняется, что их это устраивает. Они как-то встроились в эту систему. У них уже свои связи там. У них свои менты есть, которым они там отстегивают, их крышуют или там другие. То есть и как-то... Да, они бы хотели, чтобы кто-то там что-то сделал лучше, изменил. Но в этом сами не готовы участвовать. И даже не хотят, в конце концов, менять. Они хотят, знаете, как поменять? Чтобы меньше платить взяток, да? И чтобы у них больше было своих людей в правительстве. Вот как они хотят. А так все хотят? А? А так все во все время хотят? Я и говорю... Есть промышленное лобби, да? Совершенно есть. Тоже в Соединенных Штатах и так далее и тому подобное. Или чиновники, государственные чиновники, да? Сидят, они думают, ну мало ли еще, что придет новая власть, начнет чехарду какую-то выиграть. Когда я заспросят, вы хоть разбираетесь, что вы делаете? Да, начнут разбирать какие-то коррупционные схемы, там кого-то там поймают чиновники. Опять же, там меня тоже удивило врачи-учителя. Вроде интеллигенция, да? Такие люди грамотные, очень политически подкованы. Но не хотят менять. Вот примерно их устраивает это все. И когда выходишь к берегу, на финиш, то выясняется, что все ноют, все говорят, да, плохо, убили Молдову, все нищета, страну уничтожают. В общем, народ виноват. Народ уничтожают. Народ виноват. А когда выйти что-то поменять, то нет, давайте вот мы какие-то фантомы такие за Европу, полный бред. Или за Россию, ну, не менее полный вообще запрет. Везде в власти, во всех странах говорят, что во всем виноват народ. И вы следуете этому. Нет, нет, народ. Но ваша партия, мне просто интересно. Народ ни в чем не виноват. Но мы же видим за рубежом... Судя по вашим словам, виноват народ. Нет, я не сказал так. Вы перечислили основную массу. Я не сказал, что они виноваты. Я просто констатирую, что у них вот такие вот настроения. Ну, я не обвиняю никого. Но мы видим, что протестные вот эти вещи, они имеют место даже в Америке. Трамп, он человек миллиардер, мультимиллиардер, но он как бы пошел против системы. Почему его так ненавидели вот эти все демократы, так выступали? Из него чуть ли не революционеры делают. Хотя это смешно, но как может быть там владелец домов, заводов, пароходов и конкурсов красоты. Но он может... Ну, обыкновенный, в общем-то, представитель этой американской системы. Типичный. Типичный, да. Необыкновенный. Но мы видим, что происходит там в той же Германии, во Франции. В следующем году будут выборы в Германии и Франции, очень важные выборы. В Восточной Европе, вот в Болгарии тоже там как бы другой... Болгария уберет американские базы сейчас? Ну, люди как бы... Нет, вопрос, вопрос вам. Вы считаете, что он в Германии? Ничего они не уберут. Спасибо за это. Не для того, кто поставили, чтобы кто-то убирал их. Да. Вот. Тут более глубокий вопрос. Вот обсуждается геополитика. Вот даже мы говорили о смене власти, да. Но вопрос же возникает, зачем власть, да? Зачем власть, что делать? И тут мы выходим на социальные вопросы, на экономические и социальные вопросы. Какой должна быть экономическая система, экономический строй? Какой должна быть социальная система? Ведь, да, советская система разрушилась. И людей просто сейчас втоптали в грязь. Большинство людей. Вот мы это ездили, видели, это геноцид осуществляется против народа. Это реально геноцид, и я думаю, что это делается специально. Рухнул Советский Союз. Вот это здесь непонятно, какая система создается. Ну, понятно, обыкновенная капиталистическая, во многих местах олигархическая, совершенно извращенная система. Но в Европе происходит примерно то же самое. Все социальные завоевания того же Европейского Союза, которые, почему они создавались? Они создавались потому, что был Советский Союз. В Советском Союзе там было бесплатное образование, бесплатная медицина, там много чего было. И трудящиеся в Европе, они смотрели на Советский Союз. И там, мы помним, какие коммунистическая партия Италии до 40% брала на выбор. Коммунистическая партия Франции, там, Жорж Маше, до 30%. Они требовали и тогда, трудящиеся в Европе, и получили свои вот эти права все. Вот эти социальные вот эти все привилегии. Вы еще вспомните, без хола, пожалуйста, Америка, а Соединенных Штатов. Она ему перестает вообще все это нравится. Значит, мне не повезет. Не доживем. Не доживу я до революции. Мы не доживем. Вот где-то говорят, что там она проходит мирно, эта революция. Где? Ну вот сейчас Трампа называют чуть ли не революционером. Кто? Типичный представитель. Совершенно верно. Олигархии, который пришел в класс. Я думал, когда-то этот вопрос должен стать о системе. Какую систему мы вообще хотим? Сейчас никто не обсуждает, какую систему мы хотим. Ведущая оппозиционная партия Республики Молдова, это ПСРФ, она знает, какова у них цель. И будучи в оппозиции, напомните мне хоть один случай давления властей на членов партии социалистов. Хоть один. Возбуждение уголовное дело, задержание и так далее. Не помню. Не помните? Не помню. Да не может быть. Да вообще доктрины социалисты, либералы. Социалисты наши не социалисты, наши либералы не либералы. Названия только. Формируют названия. Названия, какой-то бренд. Ну, красные звезды. Они не построены по каким-то... Красные флаги. Коммунисты были не коммунисты. Это же понятно все. А может быть новая форма? Вот в Китае тоже коммунисты у власти, но у них уважаемые люди, которые честно зарабатывают свои миллионы. Ну? Ну, в Китае там вообще другая система. Там на два пятилетних срока выбирают руководителя, и потом он просто не может быть, его меняют. То есть там другая форма демократии. Другая форма. Не такая либеральная демократия, дикая, какая была насаждена у нас. Все-таки объясните мне форму демократии Молдовы. Вы считаете, что здесь существует демократия? Нет, конечно. Тогда давайте назовем вашими словами. Демократии в понимании как народа власти, народ сейчас власти не имеет. У народа нет никакой власти. Народ просто втаптывают в грязь, уничтожают. То есть, я думаю, это делается специально, чтобы старики умирали, молодежь уезжала за границу, а вот эти вот бандиты, которые власти, они просто инкассировали эти потоки, которые еще есть внутри, и перечисления гастарбайтеров, которых становится все меньше и меньше. Но что-то, то есть, им хватает. Миллиард, я думаю, это был не единственный миллиард. Кстати, да, как они его будут возвращать? Тоже одно из обещаний. Ну, уже обещание было, и выступил Игорь Николаевич Дадон, и сказал, что он не приветствует или не подпишет какие-то бумаги об увеличении тарифов, об увеличении пенсионного... Нет, ну это нормально. А почему? Нет, он сказал. Это требование... Да, опять же. Я хочу увидеть. Значит, президенту нужно будет пойти на конфликт с Международным валютным фондом. Международный валютный фонд договаривался с правительством и с Национальным банком. То есть, имеет ли президент влияние? Он скажет, я против этого. А Филипп, там, Чокля, министр финансов, министр экономики скажут, ну, хорошо, мы приняли к сведению ваш протест. В таких тяжелейших условиях борьбы существующей системы, как вы видите свое будущее? Лично мое? Своё будущее? Вы уже от партии не оторветесь. Вы сейчас заявили, всё. Ваша партия, партия, в которой вы член партии, будем так называть. Наша партия, громкое название. Какое будущее? Судя по арестам, в следующем, то вас будут выбивать по одному. Ну, как это? Нас бьёт молитаем или бьёт крепчаем, как это говорится. То есть, при том, я говорю, вот этот костяк, 85 тысяч человек, которые за нас проголосовали, это много. При том, что вот так прошла эта кампания, и я говорю, что надо умножить эту цифру как минимум на три. Мы сейчас будем заниматься развитием, укреплением партии во всех аспектах. И программно-идеологические, и организационные, и структурные, и внешние связи, всё это будет укрепляться. И будем требовать досрочных выборов парламентских, и будем в них участвовать. Очевидно, что сегодня ни одна партия, одна не может получить большинство в парламенте. Очевидно, что в новом парламенте будет какая-то коалиция. И я думаю, что почти уверен, что наша партия будет частью этой коалиции. То есть, она будет у власти. Машина времени включена. Я объясняю, телевидение – это машина времени. Пройдёт два года. Мы войдём в архив, вспомним сказанное или недосказанное. Если наша партия ещё будет на политическом рынке. Слишком я много видел партий, и вы много видели партий, которые уходили в никуда. Пример очень хороший. Правда есть. Как быстро революционная демократическая партия взошла? И как она быстро ушла? У них оказался очень тупой и жадный лидер. Филак при всём сочувствии к нему. Он не должен сам сидеть за этот украденный миллиард. И когда смотришь на него, действительно они его убивают. Это уже такой... Статья-то не о миллиарде, которые его осудили. Нет, на него навесили 23 миллиона. Ему инкриминируют 23 миллиона. По данным Минфина, ещё 40 миллионов за два года возвращено. То есть, 63. Миллиард минус 63. 937 миллионов. Где они? Мы знаем, что они ушли из банка Сочиала в ноябре 2014 года. 13,4 миллиарда лей по тому курсу миллиард долларов. Ушли на пять офшорных фирм группы Шора. Как говорится в докладе Крол. Где эти деньги? Вы знаете, я... Шор ходит весёлый, там, на свободе. Я хочу только уточнить. А Платон, сейчас вот сегодня передали дело Платона в суд. По доносу Шора тоже. Всё по доносу. Вы знаете, по мне они все с одной компанией. И сейчас кто первый прибежал, тот и выиграл. Правильно? Писать. Пока что Шор впереди. Ну... По написанному. Шор, да. Он пишет доносы, чтобы спасти свою шкуру. Да? Шкуру или что? Знаешь, я сразу в конспирологии, меня там обвиняют. Сидишь, выдумываешь. А вы знаете, когда основной акционер банка Сочиала умер? Да? Суетно. Не, ну, последние годы банка Сочиала был под контролем Шора. Это как бы... Он не был под контролем Суетнова. Суетнова я знал много лет. Его контролировать было очень сложно. Во-первых, он был профессионал. Не, не, он бы на такие авантюры никогда в жизни не пошёл. Это был просто очень дерзкий, такой беспредельный... Хлопок. Беспредельно себя вели вот с этими тремя банками. Хлопок был. То есть очень дерзкая игра Белина. Дерзкая, но самое интересное, не дерзкая, а наглая. И всё навешано на нас. Единственное, что я могу в заключении сказать, что я сейчас понял, а вы мне подтвердите, да или нет, о том, что партия, наша партия, Рената Лусатова и представители здесь у меня в студии Дмитрия Чебошенко считают, что протесты будут проводиться, добиваться досрочных выборов будут, но всё равно для вас это был первый шаг к выборам в парламент Республики Молдова, который определит в своё время, кто есть кто. Кто есть ПСРМ, кто есть наша партия, что такое демократы, демократическая партия, это я имел в виду, и остальные. Совершенно согласен, согласен совершенно. Так и есть. Только мы предлагали всё это сделать быстро, то есть обрубить хвост этому режиму сразу. А как они будут резать его по кусочкам, я пока что себе не очень представляю. Но мы будем требовать. На этой положительной ноте, а как у нас тут умничать, говорить позитивной, да? Позитивной у нас? Конструктивной. А, конструктивной. Вот конструкцию мы услышали, но теперь или её создадим, или начатое разрушим. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Я услышал из ваших уст, как одного из лидеров всё-таки партии, почему получается, лидеров, потому что вы предоставляли эту партию на выборах президента Республики Молдова. Это негромкие слова. Ну, а также вашу позицию. О многом мы поговорили. И теперь нашим зрителям ясно, что будет, а чего не случится. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Смотрите нашу программу. У нас всегда интересные. И у нас всегда интересные гости. Заметьте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова